В Забайкале не хватает учителей русского языка и литературы. Об этом смотрите сегодня в международной программе «Середина земли». В эфире международный информационный выпуск «Середина земли». По традиции он начинается с новостей Забайкальского края. В студии Юлия Тимошенко. Здравствуйте. История и литература станут обязательными предметами для сдачи ЕГЭ через три года. Такое мнение выразил на днях министр культуры Владимир Мединский. Между тем, в Забайкале сейчас ощущается нехватка специалистов-предметников. Самая сложная ситуация с преподавателями русского языка и литературы. Тему продолжит Антон Матушевский. По информации Краевого министерства образования, сегодня в забайкальских школах работает более 1200 учителей русского языка и литературы. 80% из них – это педагоги в возрасте от 35 лет и старше. Причем 350 из них – это уже пенсионеры. В Крае сейчас порядка 55 вакансий для учителей. Больше всего свободных ставок в Олегзаводском, Борзинском и Карымском районах. При этом ежегодно диплом преподавателя по этой специальности получают около 20 выпускников. Но, к сожалению, немногие из них начинают работать по профессии. Это целый комплекс проблем, связанных и с бытовыми, и с материальными, и с психологическими какими-то вопросами. Поэтому я думаю, что меньше половины, может быть, треть специалистов, которых мы выпускаем, свяжут свое будущее с этой профессией. Было время, когда все, кто получал диплом учителя, шли в школу и работали. Сегодня у нас нет таких серьезных механизмов, чтобы их к этому побудить и заставить. Хотя назвать эту ситуацию тупиковой нельзя. Бывают исключения. Практически вся группа, где учится Дарья Анциферова, мечтает свое будущее связать именно с педагогической стезей. Что касается самой Даши, дело тут не в какой-то семейной традиции или желании родителей, которые прочили ей медицинскую карьеру. Она видит себя в работе с детьми. Почему? На этот вопрос сможет ответить точно позже. Может, через несколько лет. Что касается именно желания работать, она есть. И это точно так я могу сказать. Вы заходили к девочкам, как мне ведут? Это замечательно, это очень хорошо. Вы даже не представляете, какую энергию дают дети. Прекрасно понимают сегодняшние практиканты, что работа учителя – это не только ведение уроков. Главное – это найти контакт со своими воспитанниками, заинтересовать их, и тогда они будут отвечать тебе взаимностью. И, если честно, мне очень нравится, что тут не только уроки затрагиваются, но и такие темы, как вот, допустим, из жизни. То есть, такой случай произошел со мной в первый день, когда мы еще не были знакомы. У меня получилась такая стрессовая ситуация, и, если честно, Дарья Александровна очень мне помогла. По словам Дарьи, многие из ее одногруппниц следующую свою педагогическую практику решили проходить в своих родных школах в разных районах Забайкальского края. Антон Натушевский, Владимир Дементьев, середина земли, Забайкальский край. Геолог по профессии и художник по призванию. Неизвестный пока широкому кругу читинский автор сказочных картин готовится к своей первой в жизни выставке. С Николаем Маковеевым познакомилась наша съемочная группа. С карандашом он не расставался примерно с того же возраста, когда научился ходить. Рисовал все и всех, однако так же горячо уже тогда был влюблен в природу, поэтому делом жизни выбрал геологию. После института молодой и перспективный Николай попал по распределению в Чернышевск, где на демонстрации 9 мая встретил Людмилу. С тех пор прошло 35 лет, но своему выбору он не изменяет. И любимая профессия геолога, и надежная супруга, и живопись – его постоянные спутники по жизни. Сколько себя помню, столько я это и увлекался. В основном интересовал стиль газеты, южики, сатирические газеты. Потом подросли и стал немножко. Плакат им первым обладел, работал плакаты. Потом уже писал лозунги. Слава великому Октябрю, да здравствует Октябрьская революция. Около трех лет назад Николай Маковеев, главный геолог участка подземного выщелачивания Хеогдинского уранового месторождения, понял, что должен всерьез заняться живописью. И уже не смог остановиться. Он работает в стиле «наивная живопись». Это одно из направлений примитивизма. Так художник старается быть понятным всем людям, даже очень далеким от искусства. Обязательной частью своих работ Николай считает забайкальские мотивы. Толчком послужила история из жизни. Как-то на отдыхе за границей, встречая соотечественников и рассказывая о родном Забайкалье, собеседники супругов Маковеевых никак не могли припомнить, что за такой город Чита и где он находится. Это глубоко обидело забайкальцев. Тогда он и взялся за кисть. На холсты Николая можно смотреть часами. Завораживает и интересная игра оттенков, и много точных деталей, которые подметил острый взор художника. А главное – гармоничная, добрая жизнь героев его работ. Сейчас Николай Маковеев готовится к своей первой в жизни выставке, которую он планирует осенью. Лера Садулина, Владимир Дементьев, «Середина земли», «Забайкальский край». Это были новости «Забайкальского края». Программа «Середина земли» продолжается. А сейчас к нам присоединились коллеги из Бурятии. Здравствуйте, расскажите, что интересного произошло у вас. Здравствуйте. Три сотни бездомных собак уберут с улиц столицы Бурятии до конца марта. Заказчиком выступили городские власти. Начальная цена госконтракта составляет почти 500 тысяч рублей. Заявки подали всего два участника – муниципальное предприятие и частное лицо. Оба кандидата соответствуют требованиям, но предпочтение отдали первому – срок контракта до 1 апреля. А сейчас поговорим о других примечательных событиях. В честь празднования юбилея Улан-Удэ в Москве проходит выставка бурятского художника Леонида Семенова. А в 2014 году мастера не стало, а его полотна продолжают радовать глаз ценителей живописи. Работу увидела и наша съемочная группа. Около 10 лет назад художник, давая интервью нашему телеканалу, сказал, что человек не имеет права писать картины тех мест, где он не жил. Действительно, на всех его полотнах – наша солнечная и живописная бурятия. Однако географическая привязка к республике не сужала творческий кругозор авторов. Многообразие полное. Многообразие – это трудно сказать даже. Он такой универсальный человек, автор, который писал обо всем. Природа, пейзажная у него хорошая. На полотнах родные просторы – национальные праздники сельчане. За свою жизнь Леонид Семенов написал около тысячи картин. Правда, половина из них проданы или подарены. Остальные хранятся у родственника живописца. В дни празднования Белого месяца было решено показать работы столичной публики. Картины наибольшую заинтересованность вызывают у творческой интеллигенции. Но нередко оценить работы бурятского художника приходят и люди, далекие от искусства. Действительно, просто сейчас время такое, что интернет у всех, и как-то все больше смотрят, мне кажется, куда-то в будущее. А здесь это то, что картины, всегда была история. Это, конечно, классно. Сегодня работа Леонида Семенова входит в Золотой фонд бурятского изобразительного искусства наряду с другими известными мастерами кисти. Ирина Ревенская, Дмитрий Ефремов, Середина Земли. Алкоголь у школ и поликлиник. Минпромторгом России разработан проект федерального закона, который позволяет продавать спиртные напитки в магазинах, расположенных у социальных и спортивных объектов. Ведомство свою неоднозначную инициативу объясняет просто – бизнесу нужно помочь. Школы, больницы, вокзалы, рынки и аэропорты. Пока закон запрещает продажу алкоголя на этих территориях. Границы устанавливают региональные власти. Их радиус может достигать тысячи метров. В столице Бурятии продажа спиртных напитков возможно на расстоянии от 20 до 50 метров от социальных и спортивных объектов. Однако, по мнению Минпромторга, подобные ограничения не снизили алкогольную зависимость среди населения. Основная причина, по которой Минпромторг решил отменить, это все-таки давление на бизнес. То есть, в тех городах, где расстояние, прилегающие территории приняты более 100 метров, конечно, в радиус попадает большое количество магазинов. Я считаю, что в нашем городе достаточно демократично. Учитывая, что всего где-то в городе Ланде, в частности, около 600 таких мест, где определены эти границы. У такого нововведения немало противников. Среди них, в первую очередь, общественники. Мы к этому как раз уйдем, что можно обходиться без алкоголя, без допинга. А это Минпромторг только палки в колеса. Ну, так можно понять, у Минпромторга нету других продуктов рекламировать нашему населению. Давайте, пожалуйста, аграрную промышленность, там натуральные продукты, пожалуйста, там продукты сельского хозяйства. Все будут только за. Зачем алкоголь? Мы только-только отходим от него. На одном из сайтов объявлений появилась шокирующая публикация. Всем, у кого не воплощен материнский инстинкт, мы представляем возможность понянчиться с настоящим ребенком. В свое удовольствие. Это объявление разместил молодой отец из Улан-Удэ. Сдавать свою полуторагодовалую дочь незнакомым людям он и его супруга хотели за символическую плату. Здесь налицо, честно говоря, основание для инициации процедуры лишения родительских прав. Потому что доверять своего ребенка незнакомым людям за деньги совершенно ни за что. Здесь есть над чем подумать, агентство по делам семьи и детей. Была ли это шутка или действительно молодая пара хотела таким образом заработать, выяснит следствие. Сотрудниками полиции уже установлены личности родителей. Сейчас с ними ведется работа. По словам специалистов, подобный случай единственный в республике. Не исключено, что может быть поставлен вопрос о лишении предприимчивой пары родительских прав. В Китае найдены останки древней рептилии. Задолго до динозавров по земле ходили огромные травоядные. Палеонтологи уже опубликовали полное описание всех найденных в Китае образцов ископаемых останков этих существ. Приветствуем коллег из Пекина, которые присоединяются к нам прямо сейчас. О чем еще вы готовы рассказать? Здравствуйте, конечно, о самых заметных и интересных событиях в Китае в Сутисянжунань. Сфера обслуживания пожилых людей в Китае набирает обороты. Этому способствует быстрое старение населения. Уже сейчас тех, кто старше 65, в стране около 140 миллионов. К 2030-му пенсионерам будет каждый пятый китаец. В то же время сектор обслуживания престарелых также вырастет до пятой части экономики. О том, как старость может быть в радость, в следующем репортаже. Этот социальный центр в Тензине больше похож на мини-больницу, чем на дом престарелых. Медицинское обслуживание удобное. Мне 88, когда чувствую себя плохо, нажимаю кнопку. Приходит несколько докторов. Дома пришлось бы вызывать скорую. Здесь есть все необходимое медоборудование. Долго ждать помощи не приходится. Плата 3000 юаней в месяц. У большинства постояльцев пенсия больше. Часть расходов можно покрыть медицинской страховкой. В 100 километрах отсюда в столице есть и более дорогие социальные центры. Мы платим в месяц 9050 юаней. Это включая спортзал, бассейн, интернет, телевидение и телефон. Однако переезжать в дома престарелых не в китайской традиции. Большинство пожилых остаются дома. В этом центре экстренной помощи более 100 сотрудников круглосуточно следят за состоянием около 100 тысяч клиентов в Шанхае. В случае тревожного сигнала медицинская бригада выезжает немедленно. Пол был влажным, я подскользнулся и упал. Двигаться не рискнул, было больно. Со мной всегда тревожная кнопка, я её и нажал. Услуги центра включают и помощь по дому, уход, доставку продуктов, установку дистанционной пожарной и газовой сигнализации. В Китае 90% пожилых остаются дома, 7% размещаются в районных центрах соцобслуживания, поддерживаемых государством, и 3% переезжают в дома престарелых. Мы думаем, что сектор услуг на дому самый перспективный. В 2014-м в Китае было 138 миллионов человек старше 65-ти, или 10% населения. В 2020-м доля пожилых вырастет до 13%, а ещё через 10 лет до 20-ти. Год назад сектор услуг для пожилых оценивали в 650 миллиардов долларов. Через 30 лет, по прогнозам, он может вырасти до 16 триллионов. Вернуть престиж профессии педиатра. Такой целью задались власти Китая с тем, чтобы решить проблему нехватки детских врачей. И без того критическая ситуация, когда на 2000 детей приходится один врач в ближайшие годы, в связи с введением политики второго ребёнка, обострится ещё больше. Но начиная с этого года, в 8 крупнейших медицинских вузов страны обязали открыть педиатрические факультеты. О текущей ситуации и подготовке к бэби-буму расскажем в сюжете. Недели и даже месяцы в ожидании приёма специалиста. Потом переполненные коридоры и часы перед кабинетом врача. Проблема лечения детей в Китае стоит очень остро. О профилактическом осмотре и речи нет. У нас проблема с речью. Найти хорошего доктора трудно. Мы ждали сегодняшнего приёма 3 месяца. А запись на следующее посещение врача – через 4 месяца. По информации Управления здравоохранения, в Китае на 2000 детей приходится лишь один педиатр. А, например, в США – три. Для улучшения обслуживания населения армию этих специалистов к 2020 году в стране увеличат на 28 тысяч. Мы будем поддерживать Министерство образования по подготовке студентов на факультетах педиатрии. Полагаем, что необходимо увеличить набор студентов на эту специальность и улучшить качество образования. Выпуск врачей-педиатров вырастет с 4 до 5 тысяч ежегодно. Уже этим летом 8 вузов страны начнут набор абитуриентов по специальности педиатр. Власти предполагают, что к моменту увеличения рождаемости в результате политики второго ребёнка в стране вырастет и количество детских врачей. А к 2020 году подобные факультеты будут открыты в каждой провинции. Но чтобы осуществить задуманное, будущих студентов необходимо стимулировать. Работа у педиатров сложная. У них большая загруженность и низкая заработная плата. Поэтому трудно убедить студентов выбрать эту специализацию. Сейчас наш департамент работает на стратегии повышения привлекательности профессий. Если государству удастся изменить ситуацию в этом сегменте сферы здравоохранения, то врачам не придётся ежедневно принимать по 200 детей. А родители не будут ждать короткой встречи со специалистом месяцами и терять драгоценное время, необходимое для лечения малыша. У меня на этом всё. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова